здравствуйте можно вам вопрос задать представьтесь сначала меня Алексей зовут, я Саворонежская область Евгений из Киева общались по истории общались по истории, если у вас по истории вопрос о, есть коры, да, вопрос в 1985 году была Россия какая Россия ну Россия была есть Россия как земля есть Россия как государство есть Россия как что еще как государство, нет, был Советский Союз в 1985 году была Россия Советский Союз был а кто входил в Советский Союз республики разные, украинская, белорусская азербайджанская и так дальше их 15 республик ну да и туда Россия входила какая Россия Россия входила социалистическая республика, да? РФСР ну так что это, как переводится? что? Россия как переводится СФСР СФСР, да? Российская федерация, Россия была написана я говорю республики украинская, да, СССР давайте посмотрим смотри, за гугл, что там было Россия, а Россия а Российская республика Россия ну то есть в Советском Союзе уходила Украина Армения Азербайджан Белоруссия Грузия Казахстан по вашей логике правильно? то есть по вашей логике в Советский Союз сходил Азербайджан Армения Белоруссия Украина Грузия Казахстан да? ты даже читать не умеешь что такое? понимаешь, что СФСР это не собственно Россия это такая же как бы республика как и украинская как белорусская узбекская эстонская и так дальше понимаешь это разные вещи поэтому не нужно сюда ссовать свою Россию была Российская империя была вот Российская федерация а такой Россия это блин общий термин какой-то земель каких-то обозначений вот и все очень просто республик ходил Россия Белоруссия Украина Молдавия Грузия а ты че там читаешь ну то есть не было этих республик не было а ну опозорься еще а ты украинский хорошо знаешь опозорься еще опозорься не сливайся не сливайся смотри а Украину Ленин создал Украину Ленин Украину Ленин создал Ленин а тогда скажи пожалуйста а что такое вот это воссоединение Украины с Россией 1954 года 1954 года почему почему в Советском Союзе писали 300 летию воссоединение Украины с Россией если ее Ленин создал где это писали как это воссоединение Украины с Россией давай давай загугли гугли гугли вот марка смотри смотри какая марка видишь смотри марка видишь давай иди гуля воссоединение нет привет Украина это обойдение России красивая вышиванка у меня что знаю сегодня простенький вопрос максимально вот часто слышу россиян типа там Украину Ленин создал там Украины не было до 17 года или до 22 короче да что-то там такое до 22 в Советский Союз она учредителем пошла в Советский Союз ну да вот как вы считаете это правда или нет ну да считаю что ее до этого не было государственности не было слушайте народность была народность была Fred общность была государства как такового не было по этому поводу как раз вопрос понял если Ленин создал Украину вот как все говорят. Скажите, как объяснить тот факт, что в Советском Союзе в 1954 году к 300-летию его соединения Украины с Россией была издана там марка, и собственно Крымская область была передана в состав Украинской Советской Республики. Ну, короче, в общем, много чего. Но сам факт того, что вот как-то Россия с Украиной 300 лет назад вот соединилась. Что же это такое? Да, это там, понимаете, это же был Советский Союз. То есть там писали историю, исходя там, то есть Украину, они поддерживали Украину, ее как бы легенду, украинскую легенду. Поддерживали, да. То есть Ленин создал Украину, поэтому в Советском Союзе не знали, я правильно вас понимаю? Нет, это было, то есть было, как тебе объяснять, само государство, само государство было создано Лениным. А до этого была, да, ну, общность, то есть была общность, то есть оно не имело государство. А, понял. То есть вот это воссоединение Украины с Россией, это имеется в виду, что Россия не имела... Это была не генда. Не, Россия не имела, и Россия тогда не имела государственности, так же, как и Украина, и поэтому это как-то что-то там воссоединилось. Это было окно Авертона. Ты понимаешь, что такое окно Авертона? Не понимаю. Понимаешь? Ну, я тебе в двух словах объясню, потом почитаешь. Ну, смотрите, если Украина это не государство, правильно? Не было государственной украинской. Послушай, что такое. Тогда воссоединение это было, получается, какое-то негосударственное, потому что... Окно Авертона было. Подождите, Ленин создал Украину. Вот сейчас все говорят. А в Советском Союзе, получается, такого не знали, потому что пишут 300-летие. То есть, получается, 300 лет назад была Украина. Обманули. А, то есть, в самом Советском Союзе не знали про то, что Ленин создал Украину? Нет, они как бы создали легенду, что Украина была когда-то. В смысле? Зачем? Зачем? Ленин же воссий. Понимаешь, все же работало на, как тебе сказать, на отделение этой части территории от России. Подождите, Ленин... А не нужно было придать этому отделению, нужно было придать какой-то официальный характер. Смотрите, Ленин... Было государство когда-то тут. Чтобы было повод оторвать. Подождите, Ленин главный вождь Советского Союза. Так же? Он создал, собственно... Он Советский Союз создал сам. Фактически. Да? Да, можно сказать, что да. Вот. То есть, получается, ну, как вождь создал вот Украину. Это прямо в Советском Союзе должно, блин, на крыльях просто носиться. А здесь получается, что Ленина оскверняют. Таким образом, говорят, что 300 лет назад... Ленин, да. Ага, понял. Вообще-то было лобби, шло лобби, чтобы это, ну, продвигать вот этот украинский вопрос. Ага, то есть в Советском Союзе Ленина, короче, давили, что это он... Да не давили, никто даже об этом не барился, потому что руководство все было украинское. Сидать и Хрущев, Брежнев. А, Советский Союз украинский, да? Нет, это было как бы, ну, управление... Ну, то есть Украина полностью управляла всем Советским Союзом? Не Украина управляла, управляли Украиной, а Украину через украинские кадры управляли Советским Союзом. А Украина была управляемая. Ага, то есть Украина... Что-то такое, напутали. Она всегда была управляемая Украиной, она и сейчас управляемая, и тогда была управляемая. Смотрите, ладно... Крым и присоединение. Вот как Крым уже было оторвать от России. Сталин же не отдавал... Вот вообще не знаю, слушайте... Сталин не отдавал Крым, хотя обещал его отдать. А я вот хотел... Таким образом они оторвали Крым от России. Секундочку, вот трехсотлетие, получается, вот если в Советском Союзе соврали, надо вот посмотреть первоисточники, вот документы, например, 17 века. Я вот недавно посмотрел документы, как раз эти, ну, за 17 веки, и там есть вот очень интересные вещи. Вы в архиве были? Да, прям в российской библиотеке публичной. Самая главная там библиотека российская. Вы прям архивы видели. Да, они в электронном формате. Смотрите, 21 век, 21 век, все электро, ну, то есть, переходит в электронный формат. Да, да. Поэтому очень просто. Да. Я вот открываю архивчики эти. Здесь очень интересные вещи, например, вот посольство Богдана Ахмельницкого есть. Это 1650 какой год? 1657 год. Вот, и здесь вот пишется очень интересные вещи, что вот 749 страница этих архивов. И посланники говорили, ныне да у них на Украине милостью Божию хлеб родился много и радным да людям прокормиться мощно. То есть, была общность, общность была, но не государственность. Вот. А дальше... Общность, географическая вот. Подождите, подождите, не общность. Вот как вот я вот, например, жеру на Урале. Вот Урале. Смотрите, это общность. Смотрите, есть... Да подождите, вы не перебивайте. Но нету государственности. Ни у Урала, ни у Сибири. А, хорошо. Вот так же была Украина, это была общность. Бучацкий мирный договор. 1672 год. Подождите, 1672 год. Пишется «Украинское панство», это польские, собственно, архивы уже, где переводится «Украинское панство» как «Украинское государство». Также пишется «Козаки украинские». И еще кучу раз вспоминается Украина при Ханенко. Это тоже Гетьман. Вы письмо Богдана Хмельницкого государю читали? Подождите, понятно. Вы сказали, не было государственности. Я вам говорю, прямим текстом написано «Украинское государство». Что написал Богдан Хмельницкий в письме государства? А, вы не реагируете на мои утверждения. Ну, Богдан Хмельницкий, по-вашему, кто? А что такое Гетьманщина? Пусть только что его привели, кто он был. Давайте я вам объясню. Гравюры... Ну, Богдан Хмельницкий. Ну, давайте я отвечу, может, нет? Давайте, я же молчу и жду ответа. Да, вы молчите. 17 век. Гравюры Богдана Хмельницкого. Написано, значит, вот, гравюры Богдана Хмельницкого. 1651 год. Значит, Богдан Хмельницкий, войско Запорожского главнокомандующий, войны хлопский зачинатель, повсталого козацтва и народу украинского князь. То есть, это главный в украинской государственности. Кто это провозгласил? Это что вы прочитали? Вильгем Гондиус. Вильгем Гондиус. Это фрамаманский картограф, гравюр и художник. Нарисовал в Богданах Хмельницкого с натуры. И подписал его украинским князем. Так же, так же... То есть художник вам создал этого государственного, что ли? Художник? Вот он написал гравюру, да? Подписал, и вы ориентируйтесь. Вот, вот, гравюра. Вот он написал на этом художнике. Я понял. То есть ваши, ваши... Смотрите, гравюра... Да не позорьтесь вы, не позорьтесь, не говорите. Ну господи, не можно быть таким безграмотным человеком. Я вам пишу, читаю из архивов, говорю, Украина есть. Вы говорите, да, это территория. Говорю, вот есть договор Бучацкий. Там написано Украинское государство. Вы говорите, да, это какие-то... Что это написали? Там что-то непонятное. Хорошо. Показываю вам гравюру. Это гравюр, это, ну, как фотопортрет этого времени. То есть так само ваших князей рисовали. Вот гравюра уже Дмитрия, например. Дмитриус Магнус Дугс Московия. То есть написано Дмитрий... Ну, то есть Дмитрий Великий Князь Московский. Собственно. Видите, вот гравюра так же. То есть это как официальное представление человека, понимаете? Вот издает человек труд, и там есть вот его фотопортрет. Вот. Все... В этой книге он пишет, что вот был Владимир Кмельницкий, такой украинский князь. И вот его фотография, собственно. Ну, то есть не фотография, а гравюра, потому что тогда еще фотографий не было. Все очень просто. Вот. Поэтому не нужно быть... Не нужно позориться, понимаете? Не нужно так говорить от украинской государственности. То, что вы нам оволили за Советский Союз, это полная чепуха. Это так смешно. Ну, вы сами хоть представляете, в Советском Союзе не знали, что Ленин придумал Украину. То есть это вы сами только что подписались под тем, что придумали это в России современной. Потому что в Советском Союзе такой байки, такого нищебродства никто не знал. Понимаете? Никто. Даже есть Вауевский циркуляр 1864 года, где украинский язык запрещался. Понимаете? Запрещался. Все такое. Слились. Давайте вам за эту банду дадим. Вот, собственно. Такие москопитаки, они что-то не понимают. Когда им показываешь, тыкаешь факт, он не понимает, что это факт. Он говорит, это все бредня. Ленина, короче, Ленина в Советском Союзе гнетили. Это все варанье, короче. Такая чухня полнейшая. Что тут общаться? Днищеброди. Ну что, понравилось видео? Тогда не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram. А также за возможность поддерживать меня на Patreon или за реквизитами, что находятся в описании под видео. Дякую. Слава Украине!